Родные братья Егор и Артем Михалевы – ученики 12-й школы в карате, как говорится, с малых лет. Нам хотелось выбрать хоть какой-то вид спорта, а так как нам нравится боевое искусство, мы решили выбрать именно карате. Потому что там присутствуют руками, ногами, броски. Какая география ваших выступлений? Мы участвовали в чемпионате мира, мы там заняли третье место. Был кубок Евразии, получили мы там первые и вторые места. И кубок России, мы там заняли второе и третье места. Не пропускают ребята и соревнования в родном городе. Открытое первенство Соликамска, которое проводится в честь победы русского войска над иностранными захватчиками, традиционно собирает свыше сотни каратистов из Березняков, Чердани, Нырба и даже из Перми. Что говорит о статусности и авторитете соревнований. На одном татаме будут ребята с 12 по 15 лет, на другом татаме будут начиная с 6 лет. А что сегодня они продемонстрируют нам? Что первое? Сначала продемонстрируют технические комплексы ката, потом продемонстрируют кумиты и поединки. В самых юных возрастных категориях участников много. Поэтому спортсмены выходят подвое и демонстрируют каждые свою последовательность движений, имитирующих поединок с воображаемым противником. Судьи при помощи флагов показывают, какой спортсмен был самый техничный и проходит в следующий этап. В более взрослых категориях участники выходят в одиночку. Их выступление арбитры оценивают в баллах. Егору Михайлеву по жребию выпало выступить в финале первым, а значит надо показать лучшее выполнение ката, чтобы взять высший балл. Как только возрастная категория завершилась разделом ката, начинается кумите, то есть спарринг между двумя противниками, уже невоображаемыми. Тут у бойцов цель не травмировать соперника, не причинить ему боль, а нанести красивый и техничный удар. Забегая вперед, скажем, что Егор Михайлов оказался лучшим в ката и кумите среди мальчиков 13 лет. Его брат Артем показал второй результат в ката и кумите среди мальчишек 10-11 лет. Поздравляем ребят и желаем успешной подготовки к чемпионату Европы. Ну а итоговую турнирную таблицу мы разместим вместе с этим сюжетом в наших аккаунтах в социальных сетях. Антон Старостин, Павел Двинянинов, телекомпания Соль ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...